Всем привет! С вами Евгений Соловьев. Сегодня поговорим про обкатку автомобиля Skoda и можно ли покупать автомобиль с тест-драйва. У этого выпуска есть спонсор – Вятский станкостроительный завод. Если вы имеете отношение к промышленности, то вам будет интересно узнать, что в России производят современные качественные металлообрабатывающие станки. Вам не нужно ждать, когда станок прорезут откуда-то из-за границы, пока он пройдет растаможку. Не нужно обращаться за техподдержкой непонятно куда. Все здесь сейчас. Станки есть на складе. Техподдержка российская. Гарантия российская. У завода есть свой сайт, инстаграм, ютуб-канал. Если вы хотите подробнее ознакомиться с продукцией завода, то все ссылочки я оставляю в описании. Поехали! Ну, во-первых, как делается обкатка? Обкатка производится в течение 2000 км. Если вы куда-то спешите, то можно, конечно, и меньше, можно 500 км, но лучше 2000 км, как-то заведено по регламенту, все-таки автомобилем пользоваться вам долго, и лучше сразу же его хорошо обкатать. Понятно, что с завода двигатель имеет определенную обкатку, то есть он какой-то пробег все-таки там производится где-то на стенде, да, и машина там километров 20 гоняет так или иначе по полигону, но этого недостаточно. Соответственно, в течение этих 2000 км мы не даем больше 2,3 оборотов от максимальных и не даем больше 2,3 максимальной скорости. Соответственно, если у нас максимальное количество оборотов на тахометре 6000, все что дальше, это уже красная зона, то больше 4500 мы с вами тахометр никогда не выкручиваем. Ну, стараемся не выкручивать, понятно, что иногда где-нибудь там на трассе какая-нибудь экстренная ситуация, нужно давануть, но даванули, ничего страшного не произойдет. Но стараемся все-таки укладываться 4500 оборотов. И, соответственно, максимальная скорость, если в моем случае это 235 км в час, минус 20%, это получается 185 км в час. У кого скорость ниже, соответственно, может 140 км в час и так далее, смотрите по паспорту. У меня, если не знаете, 1.8 двигатель, поэтому этот параметр выше. Если уж вы совсем как-то переживаете за свой автомобиль и планируете на нем ездить очень много лет, то на 2000 можно поменять масло, называется нулевое ТО. Я этого ни разу не делал. Но обкатку я делал каждый раз и считаю, что это очень-очень важно. Что происходит во время обкатки? У вас автомобиль новый, его собрали из разных запчастей, понятно, что они там имеют какие-то допуски, и они все должны притереться друг к другу. Именно поэтому нельзя на автомобиль давать какую-то большую нагрузку сразу, для того, чтобы у вас запчасти все хорошенечко друг к другу притерлись. Кстати, на минуточку, даже новую резину нужно обкатывать в течение 500 км, если вы не знали, то есть не даваясь автомобилю совершать пробуксовку. Что уж говорить про весь автомобиль в целом. А теперь второй пункт. Можно ли покупать автомобиль, который был на тест-драйве? Я скажу, я как блогер, когда беру автомобиль новый, вот на нем 24 км пробега, а мне нужно снять на него обзор. Я, естественно, так или иначе, сразу начинаю давить тапку в пол, потому что мне нужно посмотреть динамику. Я начинаю как-то там ездить каким-то кочком, еще что-то. Мне нужно посмотреть, как работает подвеска. То есть машину я не жалею. И каждый человек, который приходит на тест-драйв, он тоже не жалеет машину. Он хочет посмотреть, как автомобиль разгоняется, он будет давить в пол. Пробеги у тестовых автомобилей всегда очень маленькие, потому что тест-драйв проходит, ну сколько, 15 минут проходит тест-драйв. Представляете, стоит зимой, например, автомобиль непрогретый, садится человек и на непрогретом двигателе, на необкатанном, начинает сразу давить тапку в пол и, значит, смотреть, как она едет. После этого машина встает, остывает, приходит следующий, садится и делает все то же самое. И вот в таком режиме тестовый автомобиль проходит обкатку. Именно поэтому я в высшей степени не рекомендую покупать автомобиль из тест-драйвов, особенно если вы хотите этим автомобилем пользоваться продолжительное время. Понятное дело, что, скорее всего, у первого владельца он проходит нормально, а вот у второго и так далее, я думаю, что все уже будет гораздо хуже и гораздо быстрее такая машина потребует капитального ремонта, каких-то вложений, серьезных средств и так далее. Поэтому даже бэушный автомобиль лучше покупать от первого владельца. Но если предложение очень заманчивое и вы готовы рискнуть и не собираетесь на машине ездить там 7 лет, хотите, например, скинуть года через 2-3, то, в принципе, я думаю, что такую машину брать можно. Опять же, если на нее действительно какое-то очень выгодное предложение. И когда вы ее будете потом продавать, скорее всего, новый покупатель пробьет ее через какие-нибудь сервисы, которых сейчас достаточно много, которые позволяют про машину узнать очень много. Выяснится, что машина тест-драйва, и продать, скорее всего, будет ее, опять же, сложнее. Поэтому учитывайте это, когда видите выгодное предложение на автомобиль, который был тестован, или автомобиль, который был с пресс-парка. Что, в общем-то, все то же самое. Новая машина, единственное, что журналисты все-таки берут машину надолго, и хотя бы вот этого режима по 15 минут, без прогрева, с тапкой в пол там не будет. Но с тапкой в пол будет все равно. Поэтому к таким автомобилям тоже нужно относиться осторожно, с осторожностью. И, как минимум, их очень хорошо диагностировать, проверять. Вот такое вот мое мнение. Такой у нас сегодня короткий выпуск. Надеюсь, для вас познавательный. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»